Начались занятия. Махнешь? Махнул уже. Царю небесный, Утешитель души истинный, И живет в детстве, И вся исполняя Сокровища благих И жизни подателю Прииди, селися мы, Не очистены А всякие скверны, И спаси, блажен души Наша. Господи, молим Тебя, Благослови наши занятия, Прибудь с нами в этот воскресный день, Сохрани нас в истине, в любви, Согласии на мысли. Хвала Тебя, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Борешься громче, молись. Громче. Мудрость одна есть. Чтобы тебя услышали, говорите. Еще-то возьми, попроси, чтобы утрадить ее клетку. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Морфея, 19 глава, Седьмого по десятый стихи. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его. Если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Толкование. Фарисеи, видя, что Господь заградил их куста, пришли в затруднение и указывают на Моисея, будто бы противоречащего Христу. И говорят, как же Моисей заповедал давать книгу разводную и отпускать жену? Посему Господь, обращая всякое обвинение на их, в голову оправдывает Моисей и говорит, Моисей дал такой закон не по желанию противоречить Богу, но по вашему жестокосердию, чтобы вы, желая вступить в брак с другими женами по своей жестокости, не погубляли первую жену. В самом деле, будучи жестоки, они стали бы убивать своих жен, если бы Моисей принудил их не отпускать их от себя. Поэтому он узаконил давать женам, ненавидимым своими мужьями, письмо разводное. А я, продолжает Господь, говорю вам, что хорошо отпускать жену блудную, как прелюбодейцу, но если кто прогонит несблудившую, то виновен, если она сделается прелюбодейцею. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6.17 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить вас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8, глава 36-39 Жена, ежели она не прелюбодействует, не должна быть изгоняема, хотя бы она была и злая. Лучше не жениться и бороться с естественными вожделениями, нежели взять и терпеть у себя злую жену. Ты подтверждаешь это? У меня не было опыта житья со злыми женами. Вы все ласковые были? Все они ласковые были, да. А сколько их было там? У кого? Ласковых. У кого? У меня? Про него говорит их, он сам ответит. Мы же как-то говорили, один сколько, а второй ответил, говорит, да я их еще не знаю. А все одно и то же. Я вот и думаю, иногда раз. Как одно и то же? Если бы у Соломона было тысячу жен, 300 жен и 700 наложниц, это получается, если бы по одной брал каждую ночь, на три года хватило, а через три года он уже забыл бы ее. А вот князь, говорит, две тысячи было еще больше. Через шесть я только повторил, а еще он сразу десятку брал на эту ночь. Так он и не зашел бы ни за что уже через неделю. Мне вот не совсем понятно про убийство. То есть он давал Моисею разводное письмо, опасаясь, что они будут убивать. То есть для него грех убийство, или они тайно убивали жены, или еще? Любовь, любовь. Ради любви еще не сделаешь. Вот фильм был такой, развод по-итальянски. Видел, нет? Да. О чем речь идет? Развод по-итальянски, жену свою убил и все. Все так подготовил, что ее убить. Потому что она мешается, а то я люблю, а не могу пока, я тоже живая. Она не умирает, надо помочь перейти на ту сторону. Газовую газорину купить. Вот они, они же, там же, их же за убийство же тоже, как бы, не доказано. То есть они их тайно травили. Вот он живет, мы послали там какой-то гарнизон. Он стоит, охраняет. И солдат распределили по домам. А там молодая девушка, вот ей клини. Она говорит, у нас это нельзя, ты язычник. Как-то там это, сварк какая-то такая интересная. Не валяк даже. Он говорит, ну я один и живу, я христианство приму. Примем крещение. Она мать спросила, мать говорит, не ходи, он не горош, он курит там. Ну такой же он хороший. Мать говорит, горько пожалеешь. Я чувствую, что-то не то, волчатина тянет. Все. Он отслужил, срок сколько надо. Он поехал домой и ее взял с собой. А ей господь дорогой открыл. Как только отъехали подальше, он взял меч и ее убить. У меня жена есть, у меня ребенок есть. Ты там не нужна. Она говорит, так вот не убивай меня, теперь еще сделаешь-то. Мы приехали туда, она беременная была, она родила. Это не я, а ребенок, кто родился, он похожий. И жена решила ребенку умертвить. Жена, которая там у него ждала его с армии-то. И она яду дала ему, и ребенок умер. Она когда пришла, а ребенок мертвый, пена идет. Она там взяла, всю пену-то собрала, а она была, как теперь там, рабыня где-то. И эту пену-то все растворила в воде и дала хозяйке. И хозяйка умерла. А теперь-то узнали, что она так, ее заключили в друг вместе с мертвой хозяйкой. Это все, где-то показать. Это же боевик настоящий. Но она там молится в Гурию, Самону и Авиву, в гробу. Ну, в гроб это пещера где-то. И они явились и ее освободили. Освободили ее, перенесли, в храм и поставили перед их иконы. А в гробу-то никто ее там не хватил, потому что ее нету-то. А теперь пришло время опять туда идти. Он туда приехал, а мать вышла на встречу. У вас-то все знают. Зять дорогой, это все, как-то моя доченька-то с тобой-то. Он говорит, она заболела дорогой, умерла. А они договорились с патриархом, со священником. Она спряталась в церкви. И теперь, когда его в церковь привели, и тут же стоят судьи. Они заранее всех пригласили. И говорит, так я своими руками хоронила. Ничего там не было у вас каких-то заморочек-то? Да нет, да кто такой, я так любил ее. И она в это время выходит в Пепросине. Вот она, здравствуй, дорогой муж. А кто же у меня ребенка-то убил? А кто же принимал крещение-то? И ты солгал, говорит, я не верю, я язычник. А приехал домой, это там у тебя ребенок-то. Ну его взяли и тут и казнили. А теперь посчитай по порядку, как смерть на одной пружине, на одной веревке их всех тянула. Этот ее убит, этот ребенка, этот этот. И наконец он приезжает, точку поставили на нем. А для чего весь этот рассказ? Как близкая Матрона Московская, как все мысли молиться. То есть Гури-Самбунабих, не ошибся. И никакого Бога не надо. Никаких врачей. Господи, извещи, зачем? Война Лука и Сынецкий. Уже шесть храмов построено только у греков. Они его очень любят. И вот она рассказывает, мать. И на сына напали, битые разбили голову, там все вот так каша была. И вообще делали операцию, ничего, если он вернется, в жизни, это язык не затащит. А он вырос. И почему? Я молилась, и по щам его припало. Теперь его режут, этого хирурга. Это сейчас документальный фильм вышел о вольной эссенецком Лука. Исцелитель Лука. И храм так и называется, Исцелитель Лука. И Бога даже вообще не поминается. Это православное. Ну, маленькую Господь дал возможность, что есть душа. Она умирает. Ну, на этом восстановились, есть душа, да еще. Мы же не адвентисты седьмого дня. Нет. Нам надо туда проникнуть и вызывать умершего. А это смертельный грех. Сектанты-то не просто так говорят, они на Гиблию опираются. Где это написано такое, чтобы призывать мертвых? Где? Волшебник, если вызвал Саул, чем это закончилось? Мы говорим, мы их не вызываем. Они там находятся и слышат, и помогают. А почему? Вам Бога недостаточно? Понимаешь, трудно даже отмечать. Просто я люблю их, я буду просить и молюсь воина, сказать, архиепископ Лука, моли Бога обо мне грешен. А если ему не молиться запретили? Вопросов нет. Я и не буду молиться, но внутри я все равно к нему обращаюсь. Почему? Он помогает, действительно помогает. Ну нельзя так, вот он помогает, Лука. Да, это была Ксения Петербургская, она не канонизирована. Тут такие демонстрации буквально. Канонизировать ее надо, канонизировать. Вот нет мира, потому что в стране не канонизировал царь Николая. Канонизировали. И кто его вспоминает сегодня? Никто. Надо другой. И она Крошатского не канонизировали. Игнатия Бричининового только канонизировали, сколько там, 300 лет назад. Его знать никто не знал. А что он сделал-то? Житья пересказывал и вывода не делал. Понимаешь, как у нас у Руссии? А я в баню пошла, поскользнулась, упала и ногу не сломала. А это случилось в день смерти Алексея Второго Рюдигера. КГБовская кричка Дроздов была. Это сразу к патриарху Кириллу писать письма начали. Надо его канонизировать. То есть у нас везде маленькие башки. Один над мухами, другой над тараканами. Командующий. Одного не хватает, он и силы-то нет. Это наш Бог один. И когда он сказал, говорит, я чту Бога неба и земли. И он, когда бежал, они все испугались. А когда они вместе, у тебя какой Бог-то? А он говорит, Сатурн. О, это такой что? Он такой, как неопаривая купина. Понятно. А это кто? А это Кронос. О чем он отличается от других богов? А у него дети рождались, он их жарил и ел. Это Бог такой. Это Екатерина говорит. О, так это для абортиз весь. Это уже к Кроносу надо обращаться. А тот что? Ну, я люблю, чтобы здоровым быть. Это как Скрипию врачебным искусствам на том свете. Ну, идол такой. А у нас-то тоже самое Лука Скрипий. Мы немного отличаемся от язычников, а может, и даже хуже их. Поэтому нам надо православность и вести очень тихо. Да, я обращался и обращаюсь. Ну, нельзя же так. Я помолился Богу, можно сказать так, чтобы Лука помог мне, как помогал в жизни-то. Или ты, Господи, сделай так, как Лука делал. Ну, может, как-то хоть маленько-то, сходно-то. Не как Лука, 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 Лука. А они в это время стихотворения Ивана Борткова Лука будующих выставили. Считайте, радуйтесь, православные. А все, каждая срочка на шесть матерков. А ее приписывает еще и Пушкин. Это Иван Борков написал. На любое слово те знают, что сказать. И нам не надо повода давать. А тебя кто исцелил? Христос. Так ты никогда не молишься святым? Каждый день молюсь. И ни одного не молю, а 77 поминаю. 77 святых на память. Всех пророков, апостолов, мучеников, святых и жен. 77. А ты сколько ни одной? А ты меня обвиняешь, я не признаю. Ежедневно я поминаю 77 святых по именам. Не по записи, по душе. И верю тебе. Да, я верю. Но только один раз в день. И все дальше только Богу говорю. Я не выпал из-за воймы православных. Которых можно назвать маловерующими. Вот какая штука-то. И что интересно, на меня так навалился тогда Дворкин в Москве. Рождественские чтения-то. Дали доклад какой-то Анна Владимировна прочитать против лагеря. Дудин написал, говорит, его. Сергей-то. Ну и что они-то. И дальше. А у меня радио, аудио поступило оттуда. В аудио. Ну что делать с Клапкиным? Потому что уже говорили не один раз. Знаете, что надо написать на митрополита. Да не будет он этим заниматься. Да и у него отношения-то с ним хорошие. Правда? Ну, как же так-то. Александр Леонидович Дворкин. Да кажется написать Ирине Ильонского. Там организация такая против сектантов. В Новосибирске-то. Она такая сильная организация. Писали много раз. И что? Да ответа нет. Я спрашиваю, почему вы не отвечаете о Лапкине-то? Головину голову сложнули. И голова Головины фамилия не помогла. А почему у тебя-то так-то? Я не знаю. Что-то там. Он не может сказать. Лапкина-пяза забил, но весь этот отдел бессионерский. А они везде пишут, поднимают на меня. Три епархии, монастыри и Киево-Печерская лабора работают. И не звука. А почему? Григорий Квимович Распутин говорит. А Бог! Ай, Бог, ты чего? Я молюсь. И поэтому все эти синички, они будут тихонькие. Будут такая щирика чуть-чуть. А к царю Николаю молиться. Я молился на муза, когда еще не канонизировал. Я его канонизировал для себя. И вы так верите в это. Родригес какой-то был, епископ. Я, может, неправильно говорю. Маленький. Это Никарагуа. И его приговорили к уничтожению. Там очень большевики. Может, не большевики, по-другому как-то. Почему? Он сказал, не надо закупать оружие. Ну, давайте жить мирно. А это по ним было. И тогда они его стали караулить. Поставили снайперы. А он стоит там, вышел из чаши. Тогда они очередь дали поверх голопца. Народ-то весь упал. Он один стоит в чашу. Он же не может упасть. И они его сразу убили. Его кровь смешалась с кровью, которую держал в руках. Я в Терве был. Его убили. Он католик. Я в ту же минуту стал ему молиться. Мое сознание канонизировало его. Ты скажешь, да ты еще католик. Меня не интересуют твои слова. Любовь моя соединилась с его любовью. И он как раз и сказал, что не надо слушать коммуниста, то убивать друг друга, то они его убили. Ну, видимо, он не один был. Как-то ехали три монахини, которые поддерживали их. В лесу захватили, всех расстреляли. Вот и все. Поэтому надо просто привыкнуть к тому, что Бог нам дал. Крепко держаться. Да, да. А нет, значит нет. Нам многое Бог дает. Прости, что я это разъяснил, но зато понятно. Василий Николаевич, то ты не заснул. Я сказал, бумагу взял я. Как только ты хоть в одном месте не слушаешься, я тебе еще говорю. Я на бумажке записываю, время смотрю. Василий Николаевич, Щерепанов не перешелся от скамейки на ту. Все. Ты сидеть, вы трогать не буду. Как только наберется определенное число, я поставлю на голосование твое пребывание. Почему? Здесь надо слушаться. Здесь есть старшие, наблюдатели. Есть старосты, есть священники. Понял меня? Я тебе неплохое говорю. Ты стоишь, все, для тебя туда-сюда бегать. Никогда не бегать, но сегодня бегать. Прощай принять. Тебя сдвинули, ты послушался. Теперь, Миша ушел когда, я не знал, куда он ушел. Я говорю, сядь, тогда ты поближе встаешь, чтобы тебе видно алтарь-то было. Но Михаил оттуда идет, а ты намертво стоишь, послушай. Он встал, когда тебя опять говорят, зайди вперед маленько. Так было? Слушай, он слушается. Слушается, он понимает, что если за этим что-то его будут требовать, он нормальный, совершенно человек. Но ему очень видно под юродивого играть. Если ты 20 минут ешь за столом, он 40. Ему это можно. Как вы узнали, что 20? Я точно 20. Это получается, однажды я сижу за машинкой, пищатая, а Владишка Васильевна мыла полы Алтай-Транстройта. И она зашла, а брала с тобой Ромку, племянника-то. Я только обернулся, посмотрел на нее. Я говорю, что тебе вид-то такой? А какой? Я говорю, по глазам тебя, ты 120 грамм конфет взяла и съела. Откуда ты узнала, что я 120 взяла? Она 120 взяла и дорогой съели они с Ромочкой. А я обернулся, я вообще не знал про эти 120-то. Что из меня вылетело-то, я не знаю. Ну, сказал бы, кулек взяла или 200 грамм. А то 120. Она говорит, я как раз 120 взяла. У нас тут православных пророком стать ничего не стоит. Хотя бы домашним туалетным. Евангелие от Матфея, 19 глава, 11-12 стихи. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матерного родились так. И есть скопцы от чрева матерного родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Толкование. Даруется сохранить девство тем, которые от сердца просят. Подвиг девства, говорит, есть жребий немногих. Есть скопцы от утробы матерней. То есть люди, которые по природному сложению не имеют влечения к самокуплению с женами. Но их целомудрие не приносит им пользы. То есть они родились такими, у них борьбы нет внутренней. Поэтому и пользы нету. Без борьбы все. Есть и такие, которые оскопляются людьми. То есть кто-то их убедил. Может, Василия сделал? Нет. Кастрировал, что ли? Что меришь-то? Что явных? Явных его есть же. А как доказать, что ты именно тот скопец, которым все ни почем? И Семен Еродевый ничего лучше не додумался, как разделся до нога и вскочил в женскую баню. Ну, бабы-то когда разобрали, что не тот фокус-то, они этого козла тазиками и поперли на рогах. Выскочил он бежать, а который его сильно посчитал, ну и как там, еще как? Ну, ты куда зашел-то? Как у тебя все это было? А еще так же холодная и горячая вода. Он только воду замел, они вот тазиком, у кого горячая, у кого холодная. Поперли оттуда. А зачем? Доказать. Ну, ты хоть что-то почувствовал, все-таки женщины, девушки. Я как бы дерево среди деревьев. Очень хай. Доступ какой. Только осталось на щурке и Володю расколоть. Ты разницу между скобцом и евнухом различаешь? Не сильно. Не сильно. А кто под это подыграл и потерял все? Один из самых знаменитых людей мира того времени. Ориген. Равного по его учености не было никого. У него спятых отцов сколько, которые были учениками. Он был пресвитером христианским. Но иногда у него возникало чувство к женщине. Он ничего не придумал, взял ложь и оскопил сам себя. Едва не умер. И когда отцы святые это узнали, его сразу вычеркнули из списков, и труды его и все отбросили. Потому канон есть. Бог дал, органы все нужны. Что интересно, я не знаю, какая-то там, какая-то вера была, что обрезали и мальчиков, и девочек. Глянь на Лену-то не понравилось. Я даже не поняла, что. У этих, кто хоть ничего нет, а что-то тоже надо обрезать. Так резали. А обрезали было у мальчиков только от царского дома. А у женщин подряд у всех обрезание. Я спросил, разве это так? А ты в интернет заряди, посмотри. Как в ООН специально принимают, чтобы прекратили это изуверство. Это там какие-то турки, считал? В Африке. Да. Что она терпит, бедная? Это официально. Какое-то там воззвание было, чтобы этого не делали. И про мальчиков разговора нету. Там естественно нет. Авраам обрезал на девочек. Как они болеют после этого? Вопрос насчет евнуха и скопцы. Задай им. Значит плохо быть скопцом. Лена спрашивает, какая разница между евнухом и скопцом? Да никакой разницы. Только евнах это должность, которого такого им берут. Ну допустим, мы считаем Седрак, Мисаха, Абдинага. Три отрока, которые пищит. Они в евнахе были. Их как-то брали, сразу в наркоз кастрировали, выбрасывали, завязывали, зарастало. И они себя видели уже в этом положении. Но остались живы. Остальные мальчики нестарского достоинства были убиты. Считается, что и Даниил был пророк таким же. И ничего в этом не было. А вот у греков, когда только совершался переворот. Сегодня они играли в бетишки. А сегодня переворот. Ночью пришел вместо мартирия, пришел Фока. И он всех мальчиков кастрировал, которые царские были дети. Чтобы они не претендовали на престол. Чтобы не дали потомство. Он кастрат. Он кастрирован. Но он не евных. Евных он прислуживает в Гореме. А в Гореме можно только так. Да когда считаешь про них, они что там делали, это ты в Гореме-то. Они умели сделать и будущее кастрированное. Разные способы по наследству передавали. Конечно, потомства никакого нет, но... А гербопродит это тоже что-то значит. У нас соседка была, вплотную рядом жила. Устинова фамилия. Нет. Ну да. Устинова. Кажется так. Она была... Была Саша, а потом стала Анна. А мы до того удивлялись. Как видели, борода растет. Все, у него щетина была. Я дал Евангелие. Ему или ее уж теперь не знаю. А она вернула и говорит, а ту книжку я совсем не понимаю. Закрыто было. Притом она не делала какую-то операцию, как сейчас делают. Перемена пола. Как их называют? Гербопродиты. А это Гербопродиты, а как-то операция сама называется. Какое-то слово. Ну, это, короче, так. Ей день делили, что-то такое. Гендер. Трансгендер. Трансгендер. Трансгендерная. Да. Точно. Пошли дальше. Поэтому береги мальчиков, береги девочек. Ой, у Своей, у Своей, у Сашки не стоит. Какие слова не слышали? Ну, ну, капец это... Обязательно он кастрат, или он может просто здесь быть копцом, там все нормально? А, нет, на это не надеемся. Он отдаст и будет надеяться. Может, у него так, а у него лучше, чем у него будет. Нет, ну, здесь написано, есть копцы, которые от людей. Они что их кастратировали? Убедили, другие убедили его. Так не говори, что он евнухом-то будет. Он убедился, не жениться. Вот приводит у нас девочка Грекерия. Вот они женаты. Его убедил кто-то. А, Владимир. Ну, вот так. Ну, это конкретно. Конкретно. У него тяги никакой не было. Но попалась девушка, перед которой он не стоял. И ни разу ни слова не сказал. Пошел покупать все необходимое достойнение жизни. Столы, шкафы. А до этого только одни пачки монастырских фотографий. И когда уже все узнал, а их две сестры ходят в церковь, тут тайны никакой нет уже. И он тогда пошел к батюшке, отцу Семена, и так и так я решил жениться. Ну, ты же себя монашком звали. Я не монах. Он правильно говорит. Он специалист. Он и сапожник, и просворот пек в церкви, там еще такого не делал. Он работящий. Так а ты ей-то сказал, а не две сестры, и ходят в Покровский собор. И одна такая видная, не буду называть по именам, тут уж совсем. А другая так в очках. И он именно за хорошенькой. Он говорит, вот ты-то ей-то сказал, ей нет. Насажу так. Сматривается, все купил, а ей не сказал. Ну, а как сказать? Ну, подойди и скажи. Таня, хочу жениться, тебя избрал, хоть так скажи как-то. Пойдешь за меня? Он так и пошел, и сказал. Она идет в храм, он приостановил на нее и говорит. Такая-то, Таня моя, ты пойдешь за меня? Да ты чё, козел, а дуй, ну чё ж я пойду такого? И он этого уже ей никогда не простил. Он пришел, все, что накупил, выбросил на свалку, столы эти где-то. Зарекся, глядеть на нее, что она здесь, чтобы ее не видеть, перестал ходить в храм. А храм один был в городе. Теперь я его убеждаю, уговариваю, она не виновата. А она, скажи, в нормальные ходили, говорит, прям буквально за Мирского где-то пошла. А с ним она какая была, не знаю, ну, надо было смотреть как-то где-то. А вторая-то она как работала, там, торговала и прочее. Я-то их мало знаю, они рядом горятся. Но мне они обе девчонки казались нормально, а родные сестры. И он разгревался и не ходил несколько лет в храм. Надо воспитывать ребенка нормально, чтобы он знал. А он только с мамкой, отца не знает. А мамка так же знает, как эту девочку теперь. Понимаешь, когда ты долго живешь, большой опыт, ну а как ему помочь? Никак. Он в монастырь поехал, у него волосы длинные. Мы не можем никак его. Волосы вот такие вот, волосы греха. Он не слышит. А ко мне ходит художник один. Я говорю, а кисточка такая, что он говорит, это из хвоста колонка. Колонок, как хорек такой есть, мягкий. Так давай скажем ему. Как он придет, скажет, можно волос пощупать? Можно. Когда пощупал, он сказал, ну самое то, что на кисточку надо. И вот когда сказали, он говорит, она ему сразу отстрелила его. На кисточку все забрали. Подход такой. Но он хороший человек. Ну вот, понимаешь как. У меня брат двоюродный, молчаливый такой был. Его женить надо. А его повезли, где невеста живет. Хорошая девушка Нина. Ну хоть ты слова-то ей скажи, а еще я ей говорить буду. Ну они тогда зимой были. Они его стенки вытолкнули, она уже там стояла. Ну вытолкнули. В избу не пускают, там заперто. Он стоял, стоял. Пойдешь. Я поняла, что я сейчас не скажу отверто, что еще пять лет ждать придется. Это жена Нейла Рамстронга, первого космонавта. Он тоже молчаливый был. Три года дружили. И он меня точно даже спросил. Пойдешь. Я понял, а сейчас не отвечу ему. Скажу, давай подумаем где-то. Еще три года придется ждать. Я с радостью сказал. Нейл, ну что ж ты так долго. Я же не стомилась, я же старею. Ну и зачем тебе уже, когда конфетка-то измятая. Надо, чтобы у каковочки была она. Такая вот приятная была. Вон они какие-то сидят. Одна улыбка чего стоит. И мы должны это все учитывать. Раньше была сваха, у которой полный реестр был невест и женихов. По возрасту, по родителям. И она смотрела, этот миллионер, значит, что он будет брать-то это-то? Это Петр Хеврония? Хеврония-то на это? Нет, конечно. И она приходила и говорила, песни пела. У вас товар, у нас купец. С тобой парень молодец. Это Пушкин написано. Ну и дальше уже сватили. А его сосватали, он пошел. Помните, как у него? А невеста-то узнала, что он женатый. И во время, когда уже венчане было, она кольцо у него срывает. И дальше кольцо покатила. Это Пушкин. Это в лесу там он. А сегодня их, кстати, без Пушкина не найдешь. А вот исповедь грехов там, не свадьих никого. Это не то, что не сматал никого? Или другое совсем? Про что? Не свадьих. Ну вот а что-то по-старославянски, вот у меня есть старославянский вот этот церковный молитвоснов. Я не знаю, я знаю только одно, что это было правильно, что были свахи. А сейчас электронная сваха. Все данные компьютеры запускают. И он смотрит, подходит, не подходит. И выбирает. Подходит по всему. Чем увлекается, как живет, как она рано поздно встает. И он наконец находит, как раз такая. И он на нее. И сразу познакомился. Познакомились когда? А это та жена, которую она ставила. Она уже с ним-то жила, все его впитала. Которая сделала трансгендерную операцию. И уже совсем не она. Он все нашел, какое надо. И так понял. За что же я делаю? Сейчас кошмар что-то. Так, пошли, Сергей. А то тело надо разбирать. Ну, понятно. Сядь как следует и ломайся. Короче говоря, скопцы. Это настоящие скопцы. А так как баб. И убежденные, и не убежденные. Забрали, у колодца стоят. Работать надо. Вся работа на них была. Ну, арестовали. А арестовали. Там кто-то еще где-то так оказался. Разговорить нечего. Давайте друг другу расскажем про свою первую брачную ночь. И они сразу бабу развеселили тут маленько. А там беда-то какая была. А детей оторвали. В тюрьму посадили. Аси рассказал, давайте бабу помолимся. Бабоньки, давайте вместе вспомним. Какой стихи в ангеле. А этого ничего нет. Первая брачная ночь. Ну, а тут уж начали еще. Было-не было. Горова-то ничем больше не занятна. А одна побрякушка. Тут один знакомый у нас женился. Пришел к этому брату и говорит. И это все. Он говорит, дура. Так было. С претензией пришел. С претензией ко мне. Что ты мне раньше не сказал? Что там ничего. Ты пришел, не могу сказать. Что ничего такого нет. Он ожидал, неизвестно, какой эйфории-то. А отец Владимир Головин говорит. Когда я с женой первую ночь спал, Я, когда уже были вместе-то, Я, говорит, не выйти. Он закричал, аллилуйя, на всю комнату. И все рассказывает. Он простой мужик. Потому что влюбился. Женщина имеет очень огромную власть. И чтобы не награбил, говорит, он со зверями борется, Принесет к ногам возлюбленный. И на царская наложница. На него смотреть страшный император-то. А она, говорит, одной рукой снимала, Венец держала, а другой била по щеке. А он перед ней склонялся. Ну, прости, ну, по-хорошему. Ну, давай. Ну, еще ты, Настенька, обиделась. Ну, давай, подберемся, говорю. Только, чтобы помирился. Улыбался. И улыбался еще. А так, кто пишет? Вторая книга Ездры. Надо знать Библию. Ты многому научишься. Как свататься и как разводиться. Жестокосердие. И он учел это. Потому что убивают. И этот Зак Жестокосердие. Он не имел права Моисея этого делать. Но он пошел на это ради Бога. Потому что убийство за убийством идет и не докажешь. А я не убивал. А вот последние два дня, по-хорошему, соседи. Как они жили? Ой, он и на руках носил. А что, на ногах ее заносил? Про это не сказали. Перед ногами. Перед ногами. Живут, как голуби, говорят. То она вылетает в форточку. По тарелке, по субботке. То он в окно. Да. Да, это интересная тема. Что там говорить? Интересная тема. Очень. Очень. Так весело, да. Ну, сегодня-то никто никого не убивает. Почему 12 пунктов-то разводных сделали? Нет. Про любодейное ересь. Я сидела рядом со мной. Мужик в бане раздает мыло. Когда в душ ведут раз в неделю-то. И в это время дают тебе вот такой кусочек пополам разрезанного мыла. А больше тебе и не надо-то. Ну, и старик там такой, я говорю, за что сидишь ты такой? Пожилой вроде как. Домой пришел, а она с чужим. Я их обоих порешил. Зарезал обоих. И жениха, и это. И что старик? Мучно еще. Налепили. Он сидит-то теперь при тюрьме. Он безобидный мужик-то. Так что сегодня убивает сколько? Мелисонер. Я говорю, а ты за что? Спуталась баба с кем-то. Я, говорит, предупредил того, если ты будешь лезть, я тебе не живым не упусть. Я, говорит, встал вот так в косяк руку. Сказал, не пойдешь никуда. А она под руку ко мне, говорит, ты. Как вздурел. Я, говорит, как ножом дал, так и отправил ее. Посадили, сидит. Так что его убивают. Крейцерова Соната? О, тут вообще. Крейцерова Соната. Кто смотрел фильм? Я смотрел. Книгу кто читал? А посмотрите обязательно. Я имел в виду, говорю, сегодня не убивают злых жен. Что ее убивать? Взял себе молодую. Брат, нет такого закона. Убивают. Ты не захватываешь. Да развелся с ней, никто тебе ничего за... И повенчают при живой жене. Брат, и убивают это. Правда. Правда, поверь, убивают. Именно злых. И стерв особенно с удовольствием убивают. Хороших-то убивают, а стерв кем более. Хороших в первую очередь. Но нету той причины, как тогда, чтобы давать разводное письмо. Сейчас одна женщина, она с заводком. Какое-то большое образование, кандидат наук. А тут приехали с Америки, он по компьютерной технике-то. И он сумел ей показаться. Прожили два года, и вдруг она исчезла. И там у нее друзья были, стали ее искать. Никак. Я ее не трогал. И наконец сознался. Показал ей, ее зарыл. Это современная, вот прям наша. Да, да. Совсем свежая. Что ты убил-то ее? Почему? А дальше-то еще надо, что-то такое, разводная процесса. Это нет. Нажем и до свидания, зарыл. Да Игнатина же тебе сказал, любовь и зла. Да. Так как он будет обыть, когда это оживает? Он не хочет, чтобы она с другим была. А с ним никак она не хочет, тоже не может. Или что-то. Да, может, в плане на 1 раз. И он ее не отпускает, а убивает. Да как, причем он хочет, не хочет. Все, я тебя не люблю, у меня две жены, и все, я забуду другого. Ну вот, недавно показывали девчонка, краса России или мира, знаменитая в Свердловске. Это если состояние было, за денег. Жили в центре города, у них там такая прям, ее приходили, прям снимки делали, прям дома. Такие огромные окна показывают, все. И этот предприниматель, все, парнишка. И все, и она исчезла. И родители сразу сказали, это он. Почему? Показывают фотографии, он ее на руках носит, там подбрасывает. Она легенькая такая, симпатичная, очень красивая такая, стройная. А он такой крепенький. И нет, я ничего не знаю где. Все. Показал, поехал, где закопал. Черт такого. Она вышла за мусульманина. Ну она, разошлись когда. А кто-то видел и говорит, она домой в квартиру привела мужика. А он на базаре там торгует, урюком своим-то. Как так? Ну ты же развелся, ты сказал, Нахман, да что ты делаешь? Никаких. Он по трубе залез в окно и обоих зарезал. Бывшей жены не бывает. Она хоть развелась, не имеет права выходить. То есть он дурит. У них нет такого закона. Ну он показал, на что он способен. Два человека погибло. Один здесь из Таиланда. Стал ходить в дом, где там женщина работает. Ее полюбил. А она из Хабаровска. Она говорит, так я продана здесь. Сколько она должна? Я не отработал. Я заплачу. Они ее не отпускают за деньги. Ну они, видимо, бежали и все. А они тут вернулись, нашли вот здесь. Нашли где квартира его и убили ее и его. А она была продана. То есть, или сама нанялась. Так что есть много ненужного. Да, это так. Давай, поехали. Жестокосердия много, брат. Лучше не жениться. Никаких вопросов. Если для Бога только. Если для Бога. А там лучше выйти замуж, чем разжигаться. А вот самый такой пример. Вот ты это тоже поймешь. Вот поступаем мы в институт. И нужно ехать в деревню было отрабатывать. Там на картошку, на свеклу. Ну это все так делали. Ты туда приезжаешь. Если с местной девчонкой связался, считай, что ты по мордам получил. Если ты спокойно себя ведешь на дискотеке, пришел просто посмотрел, там никуда никому не пристаешь потанцевать, там или что. Тебя никто не трогает. Ничего, все. Шершелев вам негде искать просто. И я такой вот был. Ну спокойный. Сейчас пирт поставлю. Документальный. Китайские здесь были. И он какой-то активный такой. Ну а там парень смотрит, тоже сделает, девчонка и его-то. Он подошел во время, когда танцевали, ножом его и зарезали, он лежит. Зарезали. Китайцы пришли, его взяли. Милиция пришла, они не запускают. Никого у нас не резали. Его не вернешь, она с работы сейчас домой будет. И они сами похоронили, не сказали, что было. Как будто его не было. Фильм поставленный. Поэтому что нужно? Сиди дома. Да. Молись, считай о капешке. Все при тебе будет. В ресторан пошел. Вот я пошел в ресторан. Симпатичная девушка у меня была. Мне 20 лет. Пришел в ресторан. Сразу же подошли. Еще даже не выпили мы ничего. Уже пьяные подошли. Пошли танцевать. Я говорю, ты это, я с этой девушкой пришел. Ты что, нагреваешь-то? Я еще сам не танцевал. Идите там, сидите за своим столом. Ах так, вот тебе получай. Пошла губерния. Вот так вот вся весь ресторан. И еще, я не стал ходить в рестораны с девочками. И у него брат священник. А он такой, крепкий парень, кончил семинарию. А девочку звать Мила. И пришел, а там кто-то еще достал. Он дал и челюсть сломал это семинариста. Другому-то. А на милисте он спрятался где-то между котлами. А та вхлынула, а мне письмо пишет. Вот я кончил семинарию и так неплохо закончился. Мне сейчас предлагают быть священником или в академию поступить. Что лучше? Письмо пишет. Я говорю, конечно, в академию. А почему? По крайней мере, на 4 года позже начнешь бабок мучить. На 4 года позже священником станешь. На 4 года позже начнешь портить их своими уставами. Космар. Вон как? А как ты думал? Я тебе отвечаю. 4 года в академии-то учишься? Ты никого не исповедуешь и еще нету. Я имею в виду портить, то есть ложную эпидемию накладывать и прочее. Он не знает. А сам по себе парень хоть куда. Через сломал. Так что, брат, я не знаю, как ты так не попал никуда? Тебе ни разу, что ли? Женщина, это самое главное. Вокруг с нее все зло. За женщину убивать друг друга. Хорошо. Так женщин еще убивают. Закона нет такого убивать. Да, закона нет. Но выгоднее убить, чем кормить. Она ж на работу не ходила никогда. Сейчас придумали собак пожизненно, как кормить. Нельзя убивать, запомниться. Тут же он мог, врачи. Я не знаю. Ты книгуру считал? Да собак я никому сделаю. К книгуру считал, Сергей? Когда она с Наименью вернулась, то что с ней было-то? Она прабабкой Давида стала. Каким образом? В ногах. Она пошла с него в колоски на поле по закону. Трудолюбивая. А он увидел, она понравилась, он говорит, вы ее маленько отбрасывайте. А что это поле? Она сказала своей свекровке, она говорит, это хороший человек, ты ночью приди, когда не лягут, на гумне, там где пшеница-то, и туда у него шуба, ты открой, и потихоньку туда заползи. В ноги. В ногах. Считала? Да. Он ее не тронул, спросил, проснулся ночью, там вечерком-то выпил маленько? А что ты? Я такая. Вот она нагрузилась, сколько унесет, зерна-то дал. Она уже пришла, приготовленная к земле-то. Он говорит, хорошо, завтра я сделаю. И когда он вышел к народу и говорит, на имя вернулась, вернулась. Она продает землю. Я бы взял ее, но ты, родственник, ближе к ней. Родственник и ближе. Хорошо. Я беру. Но если ты берешься, должен жениться на руке. Он говорит, нет, я не могу, что мне расстроит свое хозяйство. Это две жены кормить, а она жены прожорливые такие. Их не прохормишь. Ревнивые. Да. И тогда, ну тогда свидетели будете, и тогда надо с него снять сапог и забросить, чтобы на ноге ковырял, чтобы все это помнили. Дом разок. Не ходили к нотариусу, а снятый сапог, который по воздуху летает. А то пищать была из нотариуса. И все. На завтра он говорит, я ее беру и женюсь, и земля моя. Еще никто не знал, чем кончится. А в бабке ума почти, говорится, она только ходила и нянчилась на имени. Сыновья погибли, а теперь внучек, она довольная. Так это доволено, никто не знал, что это кто? Родился Авид, от Авида Есей, а это Есей, это Давид Есей еще родится. Так он ее, когда отправлял от себя с гумнаты, когда и насыпал ищи меня, он ей говорит, это хорошо, дочь моя это сделала, что ко мне пришла, а не к молодым людям. Не к молодому. То есть он, видимо, был уже бородой, и она, то что слушала, свекровка. Свекровка и устроила такой путь. Вот надо слушаться старших-то, если, конечно, они не блудными, но с ними двигаются. Это вошло в историю, но кто написал, неизвестно. Написано живо. Пошли. Я думаю, он же базарный был. что ты что, у меня какие зимние спидаешь. Он и уж не приказчик, надо записаться. Матфея, 19 глава, 13-14 стихи. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Толкование. Матери принесли к нему детей, да через возложение рук благословит их. Но как они подходили беспорядочно и шумно, посему ученики возбраняли им. А вместе и потому, что думали, не унижается ли достоинство их учителя тем, что приносят к нему детей, таковых, то есть простых, чуждых злобы и лукавства. Посему, если и ныне к такому учителю приходят с детскими вопросами, он не должен отсылать их от себя, но принимать с детскими. На днях выступил отец Андрей Ткачев. Видели как? Заголок. Разъяренный священник. И он один за столом сидит. Вот сейчас я получил письмо. Раздраженный. Раздраженный. А? Раздраженный. Раздраженный. Это не так важно уже. И что получается? Она, бабка, женщина забыла один грех. А уже исповедовалась, причастилась. Батюшка, а что делать? Забыла. И он начинает разыгрывать движение. Она забыла. Вот она забыла все. Значит, надо же священника брать на цепочку метра два, чтобы он ходил среди себя. Как она вспомнила, скорее записать, простить грехи и опять жать, когда нас нагрешить. Вот он это все такое разыграл. И вот сейчас да ты же священник, это твой хлеб, ты обязан ей объяснить. Это же Андрей Куреев, кажется, сказал. А вы как поступили? Во-первых, я ответ дал, ну, в живом месте. Вы их такими сделали. Аминь. Они шаг не могут шагнуть без попа. Не с Библией смиряются, а с тем, что он скажет. Как яйцо варить, смятку или крутую. Едут до Киева. Вот и весь сказ. Зачем? Один раз ты сказал, забыла. Забыла. Так ты, говорит, сорок абортов взяла, сто мужей, говорит, перебрала. А почему ты это не говоришь-то? А она вспомнила, что в пятницу молочко ела до обеда. Ей нужно немедленно теперь священник, чтобы был рядом свой подручный, домашний. И пить имью бы сразу вставили по первое число за все ее художество. Вспоминала бы. Ну, он говорит доходчиво. Говорит доходчиво, и видно, что не в спокойствии. Что сказать, дура ты? Вот так. Говорят, он полковник был, не знаю, правда ли? Ну, судя по, как вы говорите, ага. Он особенно мне понравился, он как Библию учил, чтобы читали. Что попало считать? Библию читать надо, Библию. Вот праздник был, 2 августа, Ильин день. Набилось до отказу, как селедки в бочке-то. А воскресный день половина нету. Вы что думаете? Илья Пророк, он придет вам голову поотвинчивый. Вот так. Ну, так-то оно так. Помните, как рассказывали старобрядцы-то? На них упала икона. Да. На дух. Так она рядом. Рядом углом. Ну, и хорошо. Тяжелая икона, здесь в Адровлю старобрядца. Бабки лежат, а у них подручники кланятся, это, такие вот маленькие матрасики, чтобы мягко было. А когда их много людей, они в кучу-то их сбрасывают, на них можно спать. И они их расселят, на подручниках лежат. Ну, как у тебя сделать? Ой, дождь-то хорошая, азиат-то прям не кудришный совсем. Если сын хороший, то снаха никакая. Они сидели, лежат, а что будешь разговаривать-то? Не знаю. А икона висит, Порок Ильяр. А икона-то дубовые доски-то. И в это время там гвоздь не выдержал, выдернулся. А икона-то упала. Если бы она упала, она бы голову раздавила. А он упал вот так, ну, как доска, она сначала на угол, а потом от охоты и накрыла этих старообрядческих мудрецов. Бабки-то там, ой, 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 вылезли, когда Ильяр грозный пророк, но и милостивый. Это они мне рассказывают. Но и милостивый все-таки. Хорошо. У меня горе-то какое на этой неделе. Мои щетки пропали. Как так? Не знаю. Которые черные вы тут показывали? Ну, которые я показывал. На стоп? Нигде мы не могли найти. Даже подполь вчера Володя чистил. Вот в последний раз я был. Ночью помолился щетки. И перед самым как растоплять печку, я решил еще одно правило исполнить. Положил на место или нет? Теперь, видимо, я думаю, видимо, где-то я их положил на решетку. Могли упасть и с бумагой смел их печку. Так я и на свалку тут вчера ходил. И Володя в подпол лазил. И я там везде. Кот балуется. Маленький котик-то. Наденет на себя и бегает с ними. Молитвенник. Молитвенник. И он на время был выпущен. Может быть, он утащил. Полжунов. У меня были голубинные крылышки. На консвертку залезет. Их потихоньку так выбит. Вниз отпустит и съест. Не перышки, а которые на чем они монтируются-то. Я вас спрашиваю. Молчит. Досталось вам из-за этих крылышков. Я хотел сказать. У кого есть щетки дома? У меня есть. Сотни. Лишняя есть? Нет? Сорок. У меня есть ваша, которая сгорела. Помните? На сотню длинная. Так сколько? Да. А батюшка где? Нету его здесь. Нету. Ушел? Но они не передвигаются. Нет. Как не передвигаются? Но они сгоревшие. Они расплавились и... Ага. Миша. Видно, что разное там? Игнать Анатольевич. Ну, что видно. Игнать Анатольевич. Вон. 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 У меня на сто есть. На сто. На сто? На сто. Еще. А дальше? Ну, вот, наверное, на 50 есть. Я 50 пользуюсь два раза. 50 не надо. Мне только сотни сонужная. У него есть? Если ты мне дашь, я тебе рассчитывать, я не могу. Но я тебе точно скажу ежедневно. Я буду тебя упоминать на ней. Спасибо. Сто раз. Собожайся. Собожайся. Ну, это уж слишком все это... Может, я вас любал? Хе-хе-хе-хе. Сегодня я ленился. Да, вот уже есть. Уже есть. Убашечка. Я имени... Говорят, у меня тут магазин есть, где администрация города была синяя-то. Где сейчас епархия-то? А как уходишь, там лавка. Зайдите там, лавка церковная. Аэродром целый. Там вообще... Там может быть... Я даже пойду туда, наверное. Там на 500 надо есть. А когда ты можешь мне ее показать? Ну, хоть сегодня. Сегодня. Ну, это неплохо. Так, какой она длины? Покажи руками. Само то. Вот надо же сказать. Мы вчера на 10 раз все переискали. Все везде. С фонариком, под столом, за ведрами. Нету. Игнатий Иванович, судя по всему, вот это предположение, что на бумажку и в печку очень грамотно. Но я никогда не ложу на это туда. А он, товарищ, скажет, я теперь за день до этого я себе сказал, больше на стол не ложу. А под подушку сразу подхожу, потому что он достает. Ну, понял. Котенок слепой родился у меня нынче. Выйдет, слепой не видит. А я ему каждый день глаза святой водой протирал. Ну, сейчас сделался. Такой зрячий. Рысь какая-то. Зрячий? До того бодрый, до того смелый, до того жоркий. Если я ему что-то готовлю. А Володя готовит из кастрюли, горячий. Так он заскочил и горячий лапами залез в тарелку. Если я сегодня рыбу голову даю, так я не могу подать. Кошки стоят, он прям запрыгивает и с хвакилы убежал. Жоркий, весь плотный. Глаза-то открылись? Открылись, да глаза отличные. Голубые. А мать это пали, которая. А его возьмешь, там одна шерсть, там тела-то нет. А он как сбитый такой. Мыши, наверное, там теперь дрожат, потеряются. Жоркий. Мне говорят, Люба, я спрашиваю, как за шариком ухаживаешь? Мошенник-то порвал. Да под какой-то там залез, он где-то в Андрея или где-то под дом. И никак. Приходилось, говорят, каждый раз открывать, чтобы вылез. А последний раз решили, не давай. Так он сейчас поселился, шарик-то. На стеновале живет у них. Во стенах. Все они там. Так интересно это все. Пошли. Вот фея, 19-я глава, 15-й, 17-й стих. И возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Толкование. Подошел ко Христу не так, как Богу, а как простому человеку. Если ты называешь меня благим, как обыкновенного учителя, то называешь не так, потому что никто из людей не благ сам по себе. Это во-первых, потому что мы обыкновенно бываем переменчивы, обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что человеческая доброта в сравнении с добротой Божией есть худоба. Отфея, 19-й, глава, 18-й, 19-й. Подожди на это. На днях как раз я разговаривал с мусульманами, и они говорят, ну это бывает доброе, закон не знает. Я говорю, всякое доброе, даяние от Отца Светов. А вот это место я не сказал. Благий. Благий, это может быть благим назвать человека, который тебе помогает, заступается. Но это твоя доброта, благость, которая, она от Бога идет. Он на сердце положил. Вот как надо. Вот это место я не сказал. Оно очень сильное. Никто не благ. А если бы это была Богородица, никто не благ, только Бог. У нас все переменчивое. Потому что она, Богородица, тоже подумала, что Христос сошел с ума. Пришли взять Его. Написано так. Он вышел из себя. То есть делает ненормальное что-то. А почему? Ее за это никто не осуждает. И так, как видно. С творесеями у него на ножах. С саддукеев вообще притирают. И с тиродианами мира нет. Но нормальный человек разве так делает. Мне охота, чтобы меня городская администрация любила. И в районе не выгоняли. И с диктанцией, чтобы с уважением относились. Да и Путин пускай это вас выгодно отправит. От Матфея 19 глава 18-19 стихи говорит ему, какие, Иисус же сказал про заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Толкование. Господь отсылает вопросившего к заповедям закона, дабы иудеи не сказали, что он презирает закон. Что тут не понравилось. Дальше что? Я вот захожу только в канцелярию там или как назвать. А тогда епископа не было, а Войтович был благочинный. Игнать, вот на вас жалоба какая, что вы Божью Матерь не посчитаете. Я говорю, а как я должен посчитать? Научите, я думаю, может неправильно как. Икону ее взять на ваших глазах, чтобы я ее изжевал или что? Как? Богородица Девограду все достойно, я считаю, к ней обращаются, молятся. Как я ее не посчитаю? Ну говорят, я хочу исправиться. Вы скажите, в чем мое непочтение? Ее праздник по кроватам, я прихожу, молюсь, ежедневно я ей молюсь, а канцеля не так. Ну как научите? Дальше он не идет. Ничего. Говорят, и икон у вас нет. Ну как нет? Диакон Скачков Михаил ходит у меня, переплетному делу учится, лжевит. У меня места нет, у меня все в иконах. Не то, что нет, нет, а у меня все в иконах. Говорят, ну да говорят надо посмотреть. У меня икон много. Еще больше, которые на иконостасии лежат боком. Их не куда ставить. Я тут столы завалил, привозил тогда. В каждую камеру заносил большие. Из донбили я монастыря из Америки, привез и разносил. А обвинять больше никак нельзя. Они могли бы обвинять. Люди, которые с батюшкой были, два священника. А до этого был власей. И власей он так головку поцелует. Ну то есть добрый батюшка. А эти что-то видимо спрашивают вначале. И они к архиерею так и так, владыка, вот вы даете там священников. А вот они такие, и они, ну не такие. Вот вина даем на монастыргию, и не хватает. Ну да, говорит, ну будет видно, что они пьяные. Нет, не пьяные, куда деваем, не знают. И дров много жгут. Да как же, если жарко. Ну они в одних трусах ходят, говорят, по двору. Два батюшки в одних трусах и ходят. А батюшка-то узнал, ему сказали. Он тогда их встретил и говорит. Вы же ездили и говорили, да. Вы зря это делали. Потому что вам не поверили. А вы пришли и сказали, мы хотим вас отец таким убрать. Ну скажите, какие ваши недостатки? Он говорит, вот так бы надо было, то я тебе назову сразу. Я прожорливаюсь, я сплю долго там. Ну что-то такое бы. Оно соответствовало бы. Убрали бы, не убрали, нет. Но я бы назвал, с чем я каюсь-то. А вы пошли, стали бы думать, и я архиерея вам не поверил. Прогнал их и все. Идите, все дал, то и дал. Вот если бы мы так рассуждали, вот как. Приходи ко мне, я тебе скажу, вот на днях мне. Ну а с какой страстью вы боретесь вот все это время? Какая страсть у вас больше обуревает? Не страсть, а четыре страсти. В интернете меня спрашивают. И четыре, а не пять. А если у меня пятьдесят пять страстей, тогда что? Остальные останутся еще? Ну какая страсть? Вы сами назовете, какие. Ну по порядку. Давай, это и нет у меня. Я говорю, это я не знал даже. А вот это, это тоже нет. А это давно побежденок, а я уверовал в Бога. И я в чем должен каяться? Вот зайдут к священнику, не могу дождаться, когда выйдут. Придумывать надо. Вот он начинает, как этот священник-то сказал, говорит, в дерьме возитесь, все это пятнышки ищите. Ты главное скажи, доверилась Христу, во всем раскаялась, и назови грех свой, за что отучать тебя надо. А татья Сандреев в этом, в этой исповеди говорит. Вот здесь точно так же. Ну какая страсть, я должен покаяться? Пять. Я согласен, пятьдесят пять. И братья ей решили так, Ава Агафона так испытать. Они пришли, давайте его там, потрепим маленько. Подходит, Ава, прости нас. А что случилось? Да вот нам сказали, ты нас учишь, а оказалось, что ты прелюбодей. Он заплакал, говорит, это Бог открыл. Я никому не хотел даже говорить это. Они отошли на то. А знаю, что он и женщин не видал даже. Подошли, говорит, давай посерьезнее, ахнем ему, убийца. И они подошли опять, Ава, ты нас прости. Но вот сказали, что ты убийца, как перед тобой исповедоваться? А он опять заплакал. Я говорю, что с ним? А давай, говорит, отойдем, скажем, ты еретик. Подошли к нему, говорит, Ава. Нам люди приходили из города и сказали, что ты еретик. Он вытер слезы, братья, никогда. Да сохраните меня, Бог. А теперь скажу, почему ты согласился? Он недовещий брат ищен поубийцу. Я настоятельно был недоволен две минуты. Я убил его, похищенский так. А женщина где-то, я когда-то там с мамой ходил, за руку водил, и там мне девочка нравилась. Я подумал так, а теперь я узнал, смотрящий на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней. А это вожделение от немощи плоти. А ересь это от вожделения ума, противостания церкви. Чего ради я буду? Я православный. Никогда баптистом не был. Что тебе доказывать? Они поняли, как надо рассуждать. В любом грехе обвиняют, я виновен. Но я не борюсь с этим. Почему? Ну, мне нет этого. Да, хорошо бы это взять, но я никогда не воровал, нету. Я признаю это за грех. И никогда не воровали. Два раза воровал. Два раза в жизни своровал. А когда? Ну, мальчишкой был. Гнали мимо, и там лобогрейка или что стояла. Что мне делало? Я посмотрел там пассатижи. И я их взял. Потом я их не знал, куда деть, они меня жгли. Ну, у меня уже, я большой был, лет восемь было уже. Что с ними делать-то? Я думал, гвозди вытаскивать. А пассатижи только, ну, турюк ежных зерна раздавить это, достать. А другой раз приехал бригадир. А у нас всегда у мамы медовуха там была, выпить они любят. И он лошадь-то оставил. А у лошади тут по бокам свисает ремешки и с этими... Ну, ремень. Ремень-то как бляха-то это. Вот. И... А мне надо было на лыжи, чтобы вокруг. И я их у него снял. А они не нужны. Он и сел, уехал, никто не спрашивал. Но меня такой страх напал. Я не знаю, куда. Я там залез и голубям в гнездо положил. А когда через два года полез, там даже бляшки сожжавили. И ремешок весь отлел. Ничего и нету. Я ничем не воспользовался. Ну, тут мне уже лет восемь с половиной было. Все, больше не было. Меня совесть замучила. Я на этого дядю Гришу смотреть боялся. А он, знаете, еще не знает, к нам заезжает. Я говорю об этом. Ну, кажется... Я покаялся один раз. Все, я верю в это, что Господь меня простил. А тяга сейчас у меня этого нет. Я вот эти только раздарил книг. Более уже 70%. Даром раздал. Это тонны и тонны литературы. Может быть, тонн 15 раздал литературы вот этой такой. Тонн. А вот какие у вас 4-5 страстей? Ну, расскажите. Все видно. Гнев от Бога. Гнев, если бы не от Бога, то того, что он был. Но как владеть собой? Иисус с гневом воздрел на них. Да вы что? Написано? Три тести, считайте. Вот тут-то, тут-то. Правда. Почему? Он сказал, добро делать или зло? Спасить человека или погубить? И они молчали. На такой вопрос не ответили. Он с гневом воздрел на них. Вот так, когда людям говоришь, и даже молчит, уже ясно пишет, что тебе я предлагаю. Такая квартира. Ну, почему тебе не принять одного человека-то? Ты один живешь. Лживые христиане. Фальшивые. Я из-за вас ходатайствую еще. Где вам жить? Вас охраняли, чтобы... Я не вижу. А, Никит, это нету? А почему? Нет. А почему нет? В отпуске отвечает. Нет, так нельзя. Ты хозяин. Скажи, без моего ведома, без совета со мной не уходить в занятия. Ты ему сегодня прямо скажи. А куда бы он пошел сейчас? Куда примерно? Ну, у него дела свои. Какие воскресенье дела? Ну, что, юношеские. Он взрослый уже. Армию отслужил. Сам себе режиссер. Да он же в армии был. Он же давно развратился. Так что ли, понимаете? Ну да. Так именно и понимаете. Дома у меня вот два шага сделать. Я занятия веду, не идет. Палкой только загоните. Вера, нету ни сколько. Мне надо поговорить. Ты ко мне его приведи. Приведи его. Это не годится. Я ходатайствую, чтобы эти братья приняли для спасения души. А он встал и ушел. Я не могу тех, которые постоянно тут. Никто не ходит, понятно о ком говорю. Никогда их нету. И поэтому их нигде нету. Но они любят выступать. И когда выступают, я не знаю, с чем он начнет, с чем кончет. Я не знаю. По скайпу могли бы, по скайпу их никогда нету. Нету их. А они не отстали, они уйдут в другом направлении уже. Еще приходят. Приходят на литургию. А здесь они, когда им это не нужно. А литургия-то в любом храме она есть. А вот так вот, это, нет этого, это община. Пошли еще. Матфея, 19 глава, 20 по 24 стихи. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим. Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Толкование. Некоторые осуждают юношу сего, как человека хвастливого и тщеславного. Как он говорит, исполнил заповедь о любви к ближнему, когда был богат. Никто, любя ближнего, как самого себя, не может быть богаче ближнего. А всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод и были без одежды. Если бы он был милостив, то не был бы богат. Что ты соблюл по твоим словам, то, говорит, соблюл по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то есть моим учеником и христианином, кто поди, продай имение твое. И тотчас раздай все. Вдруг не удерживай у себя ничего. Даже и под тем предлогом, чтобы подавать постоянную милостыню. Не сказал подавай бедным, то есть понемногу, но отдай вдруг и останься без всего. Иные, подавая милостыню, ведут жизнь, исполненную всякой нечистоты. Ибо хотя он желал, и почва сердца у него была глубока и тучна, но ее заглушили тернии богатства. Кто имеет немногое, тот немного связывается богатством. Но большое богатство налагает крепчайшие узы. Богатый не войдет в царство небесное, пока богат и имеет у себя лишнее, между тем, как другие не имеют и необходимого. Некоторые под верблюдом, разумеют, не животное, а толстый канат, употребляемый корабельщиками при бросании якорей для укрепления корабля. Еще, еще противовес этому. Некоторые говорят, что игольные уши, это ворота в Иерусалиме, есть маленькие ворота. Они такие, как вот, может быть, чуть больше роста человека, и вот так вот, капли вот так сделаны. Тоже неудобно даже верблюду пройти там. Называют еще бойницы их. Нужно скинуть с себя лишнее. Как окна в крепости, на стенах крепостей. Нет, это конкретно игольное ушо. Ухо один раз. Одна дверь, больше нет. Жену, а сало, салу, салу. У меня большие разницы. Когда стенах маленькие, салу, 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 салу. Ну, невозможно, или все-таки возможно, вот непонятно это. Богатому. А жена нет, хочешь потрогать? Невозможно. Где вот они богатые? Сколько уже вокруг вас было богатых, как говорится, вилось, вели гнезда, и никого богатых нету. Поэтому нас так легко и бросают все. Вот Игорь Третьяков, раз был бы богатый, попросил бы у кого-нибудь там помощи, и сейчас бы тут жили они. А так за деньгами куда-то поехали вдвоем, четвером. Нету никого. И так и другие тоже. Сейчас будет дроба там, сразу миллион бы отвесили, и все, богатые были. Так нет, ждем, когда накопим потихоньку. Нет богатых. Нет как нет. Из грузской эмиграции, как мне сказали, только один был миллионером, и тот разорился. Рассказывает мне, мы сидели с митрополитом Виталием, сзади столом, и он говорит, каким образом это было. Где-то они были чуть ли не в ресторане, там где-то обедали что-то. А у них задача стояла сенот открывать, а нет здания, ничего нет. Это же город, Нью-Йорк, там это ужасно дорого. Там же немало людей приезжает, надо и ночевать, и все. И вдруг подошел один человек и говорит, это вы, русская зарубежная церковь, да? Я тут разбогател, говорит, я хотел бы вам пожертвовать. А мы как раз и молимся. Он говорит, вот это, знаете, там здание четырехэтажное, там какое. Вот это мое здание, я его подпишу сейчас. И в нем я как раз был и жил там. И он подписал это здание, а потом я уже слышу, будто бы у них какие-то затруднения с деньгами, они решили это здание продавать. После моего, я в 92-м году был в августе, но не знаю, продали или нет. Там лестничные, марши большие идут. У меня хорошие воспоминания там про Павелико. Интересно, как люди делают. Да, что там им волноваться, если вы говорите, что им платят за то, чтобы они не садили в поля. То есть не надо быть сильно богатым-то, надо так, чтобы другим можно было. Ты вот если в интернет ходишь, заряди там такое США, действия полиции по задержанию. Там целая лента. И мы еще раз с батюшкой смотрели, как они разбираются. Мужик, ну, одного мужика просят, он не должен выходить из кабины, пока не попросят. Подошел документ, не так снимаю, не снимаю, как у нас, начинают спорить. Так, а то нет, тебя там вытащат, а у них пистолет, он сразу стреляет. А стреляет наркотическим составом. Человек сразу откидывается, притом мгновенное поражение. И он потом отойдет, потом. Мужик вышел, выхватил бутылку, ну, видно, молодой парень-то, и попер от них-то. Он прицелился, бац, и вот парень как бежал, прыгал, и последний у него как ласточка летит, и всей силой брякнулся и замер. И лежит, и бутылка отлетела. Это электрошокер. Электрошокеры у них. Электрошокеры. Сразу отнимают силу. Желание. Маленькие пятишки так за мать засыпаются, тоже наручники накрывают, там сигане или кто-то. Женщина одна пришла, привела одну, которую она привела, а там вот, вот здесь вот полиция, ну, окошки там, вот окошки воздействуют. И она подошла, а вот тут красная черта этой женщины, которую привела, говорит, ты через красную черту не переходи. Я там у окошка, ну, да ты здесь. А эта женщина то ли решила что-то, и вот шагнула, а та такая толстая, серьезная. И она ее увидела, я же не рассказал, не переходи, она затащила, значит, я тут сразу как на подножке контактнула пол ее. Та растянулась, готова. Наручники. Положение усы угребляется. Мы едем ночью дорогой. Где-то там, ну, не это, неважная дорога такая, ну, хорошая, инфортированная. Я, с которым я еду, он сейчас митрополитом стал, Орлов Никита Апиоктиевич, он на руль положил карту и смотрит. Старик заказал меду купить из эмигрантов русских. Я, говорит, купил ему ведро, а ведро там четыре ведра, кажется, у него, там не поднимешь. Такой стуист такой. Ну, где-то вот здесь сворачивать я не знаю. Вот так руки-то положил с картой-то, ну, и машина-то, линия-то переехала с плочником-то. Ночь едем, луна. Ни одного душа нет, мутоверные полицейские. Где они там? Каждый раз остановят, они на дорогах не ловят никого. А они наблюдают не за нарушителями, за порядком, а это сразу... Он говорит, полиция. Сейчас, говорит, мы выйдем, они скажут, выйдем, только не думай, в карман лезьте. В карман? Ни-ни. Потому что вместо паспорта я могу выхватить пистолеты в него. Выходит, один спрашивает, а другой пистолет вытащил и стоит с пистолетом. Я стою... Ну, ладно. Побыли они. Почему? Он говорит, тут где-то русский живет, он ослеп, старичок. А он занимался там деревообрабатывающей промышленностью и прочее. Я ему меду купил. Так, вперед, машина, за нами, езжайте. Они маленько проехали, там видят тропинки в сторону. Туда заезжать не надо, вы сойдете. А, окей. Они поехали дальше. А они помогают. Это же и в Германии. Мы едем, за руль посадили Витя, наш, ездил, старшинка-то. А Витя ночью-то видит плохо. И он поехал в сторону, а там оказался обрак. И мы бы улетели туда. Они сигнал дали, мы остановились. Вышли, а тут обрак. За роги-то. Так, почему бы так? Они так за нами, разворачиваются. И туда привезли к себе на участок, и нас обыскивать. И они фонарик берут, а стекло выдвижное, где идет. И туда даже внутрь, что наркотики. Поступило сообщение, что вы с наркотиками едете. Все просмотрели, нигде еще нет. Куда едете? Мы говорим, с Артисон, Валентина, Дмитриевна, там-то. Они сразу, они говорят, это мои гости приехали, помогите им как-то. Ну, слава Богу, они нас. Давайте с нами фотографироваться. А женщина, которая была с ними, то та стояла и все время усмехалась. А ребята здоровые. Нет, это стал, значит, Виктор. Николай этот, кручина. И мы сфотографировались. Я когда приехал, решил отблагодарить. Написал благодарственное. Но тогда не было этого Яндекс.Переводчик. Яндекс.Переводчик. Программа. Я вчера батюшку нашего учил смотреть. Ну и Лена была здесь, Сокольская. Я ей дал проверить. И направил туда, около города, зоны Берг. Участок, с какой стороны заехали. А отблагодарить их. И фотографию послал. Какие у вас ребята хорошие. И они впереди нас поехать, показать, где едут впереди. Не отставать. А у нас бы, я не знаю, как были. Фотографировать все. Не, не, это суперсекретная операция. А там нет, скажем, шагу фотографировать. Даже нет. Сначала у вас бы полторы тысячи взяли, во-первых. А? Полторашку бы с вас взяли, рубликов сначала. Где? Ну, у нас. На всякий случай, чтобы нам бедом не казалось. Потом еще подкнули бы. Да. Что-то еще раз увидим здесь, три возьмем уже. Нас остановили. И там были, сказали, там вот в Австрии, там строго. И ну никак нельзя, с собаками, то другое. А мы сели обедать. А урагана я взял, и около столба. А полиция едет. Как они только около нас. Мы здесь, а тут еще, ну как кустики маленькие. И они остались, чтобы, а тут-то асфальт. Это уже, мы внутри этой зоны, где отдыхают. Как ураган-то, ринулся он на поводке-то. И они сразу проехали дальше, даже не остановились. А зачем им связывается? Это же ураган. У него щипнет. Он их защипирует обоих. И они к нам не полезли и ничего. Я пошел фотографировать утром. В туалете, везде все. А потом подошел и на сцене. А вон подошел, мужик, хозяин говорит, там можно, а вот здесь нельзя фотографировать. Это зона, там написано, нельзя снимать. Почему, не знаю. Я говорю, в карманы пошел. А не так, я хочу снимать, я буду снимать. Несмотря ни на что я сниму, вот и снял. То есть люди разные и хорошие. Вот где мы были, мне только не понравилось, когда у них все загорожено. Сетка, сетка, метра три, наверное, высотой не проехать, лес не зайти. Ну, у нас, правда, зайдешь и первый 50 метров мусорная свалка в любом месте. Ну, а дальше я могу грибы собирать и ягоды. В любом месте. Там никуда не сойдешь. Загорожено. А тут, а это что? А это, говорит, когда зайдет туда, попадет оленя. А это мост ему, чтобы он там, где за решеткой-то, на другую сторону перейти. А под низом там еще ближе переход сделан. Они когда идут, ежи-то, по бордюру-то, и туда, и на ту сторону. А зачем на той стороне-то быть? Ну, а если надо? Миграция. А? Миграция. Ну, да. Через дорогу переход. Это надо же. Отдельный на столбах большой переход для оленей, для лосей. А у нас для лосей, которые за рулем, и для этих, вот один, вот такой знак, лось, все. Едешь, как дашь в лосяе, показывают. Это интересное сведение. Как-то все это в природе. Я приехал, моя племянница, племянница моя родная, она, у них на Вокрунзе были парни там из Германии, что-то делали. И она ему понравилась. Я о ком говорю? О Наде. О Рафаилу, который родился-то. И он ее увез. Она уже по-немецки разговаривает, и видно, живут очень хорошо. Я говорю, а что такой участок-то вышел, пустой, а тут соседи жили. И это они взяли и хотели строиться. И в это время кто-то заметил, что сюда стала прилетать птичка. Редкая птичка такая. И сказали, чтобы не пугали, поэтому строите в другом месте. Ради птички в это место, я не слыхал такого. Я думаю, нет, нет, это птичка, она поселилась, а никто не знает. Какая-то любовь, какое-то трепетное отношение к природе. Батюшка был в Германии, ну и у архипископа Марка там был, когда Арм, в фамилии его. Ну а там залез ласка. И залез, и провода повредила. Ух ты, приехал тут. Он недовольный. Батюшка говорит, да я ее сегодня поймаю. Что ты, поймать, да разве это можно? Надо сделать отпугивающее устройство. Вот за чего она боится. А поймать? Не, не. А у нас если она там появилась, да я ее в ночь уже поймал. Я ее в обстенку и выбросил. А почему? Он у меня голубей ел, хорек. Еще на нем должен молиться, что ли? Тем более этих хорьков, как хорьков. А там нет, никак. Это было разное. Я был где-то в Сакраменто, а город как игрушечка. Ну почему? Эй, вот давайте так сделаем мысленно там американцам. Вам отдают Барнаул, а нам Сакраменто. И ночью переселили в вашей квартире наших жителей, а ваших сюда. Но они бы еще здесь сделали. Но они бы выше, они бы не поверили, что так люди могут жить. Они бы, конечно, через год сделали таким, как у них. Но я не сомневаюсь, что наши бы Сакраменто сделали, как Барнаул. Через три месяца. Побыстрее. Разные фокусы. А они, женщины, совсем соглашаются. Одного понять не можем. Как русские женщины с толопанной мешочки стирают? Кто же это? Ну сейчас никто же не стирает. А тогда стирали, помешали, на прищепочку и сушили. Да что там стирают, пакеты стирают еще. Это уже бедность запредельная. Ну это редко. От рыбы особенно, когда. Я помню, Игнат Тихонович, как вы нас заставляли в лагере еще 10 лет назад стирать. Он самый. Ой, какая царь. Бей его, а то его. А я когда рыбу вам приносил, вы мне все кулежки аккуратно свертывали в ручку. Да, не слава. Закладывали. Спасибо, Господи, Вас. Я знаю, что было время, когда не было полной калории. Конечно, вы бросали печь кури. Я слишком беден, чтобы трожили тогда. Игорек постирает. А это я сохранил. Все мешочки сохраняю, в целом я пачки на отдалил опять. Мне нравится, что я беден. Никто мне это не завидует. Я когда иду по улицам вечером, и никто не нападает. Почему? Они где-то кто идет? Они стараются люди на другую сторону перейти меня. Потому что ему есть что терять. А ему ничего. Почему я все вспоминаю? Александр мне сказал, вид воина должен мушать ужас. И вот эти рулетки-то, они идут, а я встаю крещусь, молюсь, а этого не видать за этим. И они вот такие вот глаза, и сразу раз, и выключаются. Один за другим. Я говорю, что значит сила крестного знамения? Сила адская падает просто. А другой вышел и слушает. Ну минут 10-15, он не уходит. А тогда Володя и спрашивает потихоньку. Вам может поговорить с ним надо? Да. А он у меня мое счет тогда окончает. Кладись это. Подойди. Покладись еще один раз мужику. А я тут тогда начинаем говорить. А он, а я вас знаю, Игнатий Тихонович, а на ваших ресурсах, и там не один. Вот у нас наработка такая, я думаю, сейчас что случится у нас только-то, жалко будет. У нас просмотров 30 миллионов. Это много. Я в последний раз девчонка попала, 16-летняя, Зулануде. Что Зулануде? Девчонка попалась. Вы просто поняли. И Зулануде она. И тоже жить. Да что жить, зачем жить? Такой голосок у нее. Я начал рассказывать, для чего жить. Я говорю, что ты такая, что же ты так все раскручиваешь? У меня мама православная. Один дедушка буддист, другой дедушка православный. Дядя там мусульманин. Я говорю, и кто победил? Ну, у меня, который дедушка православный, он меня, когда мне 4 года исполнил, взял меня за руку и в церковь повел, и покрестил. И даже маме не сказал. И никто, говорит, не знал, ни дедушка мусульманин, ни дедушка буддист. Я говорю, а им поставить-то нечего тебе, понимаешь? Обрезание тебе, говорю, не сделаешь. Буддизм, там колокольчик, ну, звякнул, и все, больше ничего у них нет. Поэтому, говорит, он, я говорю, самоправильно поступил. Хоть крестил тебя. Я говорю, теперь грехов-то на тебе, как в шеи на хороших собаках. У меня один знакомый в Москве, православный. Православный, очень хорошо знакомый. Ну, раз что, что-то ему неудовольно, не ответила так, теща, и тесть. Он взял нож. Мы православные. Вот сейчас всех порешут здесь, и настолько баптистов меньше будет. Я говорю, Миша, что ты делаешь? А что они тут доказывают свое еретическое учение? Наше православие. Ножом я их всех порежу, тогда будет их меньше. А православных-то сегодня меньше намного, чем протестантов. Потому что их много. Я говорю, а как ваша ересь называется? Почему ересь? Мы церковь, а какая? Дом Отца. Дом Отца. Здорово. Все остальное одинаковое. Еще не придумать, то и будет. Все есть. Вот здесь вот город Павловск есть. Он город уже. И у них газета районная, районный центр. Выходит, называется Новое время. А тут все, кто появилось, Новое время. Новая жизнь. Новая жизнь. Так что, будьте православными. А одни приграде, нет этого слова. Нету, нету. Но и баптистов-то нету. Если говорят, кто? Вероисповедание. Нет, христианин, это означает еретик сегодня. Если православный, он прямо говорит, христианин православный. Что он баптист, это редко-редко кто скажет. Ну, это уже недавно в православие ушел он. Еще что-то есть человеческое. Тут мне бабушка, звонит дня два назад бабушка. Мама с ней познакомилась на даче. Мама ей помогает, а бабушке уже под сто лет почти. И мама рассказала, что у нас община такая есть. Она говорит, ой, это старобрядцы точно. Ты говоришь, дай мне телефон. Я позвоню. Вот она звонит. Маму прооперировали. Она звонит, как узнать. Я говорю, мама говорила про вас. Вы хотели побеседовать. Я вам говорю, о Христе расскажу. Чего? О Христе? Пропаганда. Все, я не буду я с вами разговорить. Я говорю, да вы подождите. Вы не старобрядцы никакие. Вы о Христе. Мне на вашу пропаганду не надо это. Я вот в себе в душе молюсь и всю жизнь с этим прожила. Вот мы с такого-то согласия. И до свидания. И трубку положила. Согласен. Вот и поговорили. Так, да. Сережа, у тебя время кончилось, да? Четыре минуты. Нет, еще почитай. Евангелие от Матфея, 19 глава, 25, 26 стихи. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно. Богу же все возможно. Толкование. Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя. Тебя сами они были бедны, но для других людей. Господь же научает измерять дело спасения не человеческой немощью, но силою Божией. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжательным, тот успеет и в том, чтобы отсекать излишнее, а потом дойдет и до того, что станет отказывать себе и в необходимом. И таким образом, при той же помощи Божией, благоуправится и получит Царство Небесное. Аминь. Аминь. Осталось исполнить. Ну все, помолимся. Молиться. Молиться. Господи, милостивый Создатель, мы благодарим Тебя за щедроты Твои долготерпения. Прости, чем погрешили в этот день. Помилуй, очисти я мой. Распусти нас миром, дабы слышанное, доброе мы могли воплотить в жизни нашей. Возрив на врагов наших, не дай им желаемого. Коснись их сердец, приведи к покаянию. И в судный день не помяни их безумия. На Тебя мы уповаем, Господи, вспоминаем родных и близких, болящих, кто не мог здесь присутствовать. Благослови их, прибудь с ними, пошли в исцеление. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Сестронки, вы едете? Да. Заберете мою эту? Да. Топорвей. К себе положите тогда? Спасибо. Исчезло.